Так, давайте продолжать обсуждать свойства линейных операторов. Значит, еще о линейных операторах. Я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы сформулировали два определения. Значит, пусть у нас есть некоторый линейный оператор А. Тогда ему можно поставить соответствие характеристический многочлен. Характеристический многочлен. Ну, хорошо, давайте я буду писать, что это не оператор, что оператор — это вот такая штука. Характеристический многочлен этого оператора — это такая функция от лямбда, которой есть определитель A минус лямбда ID. Или если в некотором базисе A задается матрицей вот такое A, то характеристики... Извините, пожалуйста, нам ничего не видно. Вообще ничего не видно. А, значит, опять сломалась трансляция. Сейчас разберемся. Так. Интересно. О, появилась резко. А, вот так вот. Теперь появилась. Так, хорошо. Что она так повисит? Сейчас проверим, когда я начну писать, что будет происходить. В некотором базисе A задается матрицей A прямое, и тогда характеристический многочлен оператора — это то же самое, что характеристический многочлен матрицы, и это есть определитель матрицы A минус лямбда ID. Как видно, что я сейчас написал? Отлично. Так. Значит, дальше. Это многочлен. Если мы рассматриваем всю эту историю над полем комплексных чисел, то тогда у этого многочлена есть корни, и у него столько корней с учетом кратности, сколько, какова его степень. Значит, на C характеристический многочлен можно записать в таком виде. Значит, это минус 1 в степени N умножить на лямбда минус лямбда 1 в степени M1, и так далее, лямбда минус лямбда, K в степени Mk. Значит, где N — размерность пространства, на котором действует оператор A. M1 плюс и так далее, плюс Mk, чему равны? Чему равна сумма вот этих степеней? N. Да, совершенно верно. Значит, у нас хи A — это многочлен степени N. Мы его раскладываем в такое произведение, и понятно, что количество таких скобочек должно быть, если бы мы степени расписали бы, то у нас количество скобочек было бы в точности равно N, чтобы получить лямбда в степени N. Значит, вот эти самые M-житые называются алгебраической кратностью собственного значения лямбда-житые. Значит, лямбда, здесь имеется в виду, что все лямбда, которые у нас сейчас перечислены, они все разные. Давайте я это отдельно напишу. Значит, у нас вот здесь лямбда ИТ не равняется лямбда-житому при неравном G. Значит, просто расписал эту штуку в таком виде. Значит, вот это минус 1 в степени N возникает из-за того, что у нас там на самом деле, когда мы определили считаем, там возникает минус лямбда. И в зависимости от того, сколько их там написано, у нас будет коэффициент при старшем члене либо единица, либо минус единица. Вот. Значит, это алгебраическая кратность собственного значения. И было второе понятие, значит, это алгебраическая кратность. И было второе понятие геометрическая кратность. Значит, определение геометрической кратностью собственного значения. Лямбда-житая называется максимальное количество линейно-независимых векторов собственных линейно-независимых векторов с собственным значением лямбда-житая. Значит, иными словами, геометрическая кратность — это такая штука. Это размерность ядра вот такого оператора. А минус лямбда-житая и е. Значит, откуда взялись лямбда-итая? Значит, вот эти самые лямбды — это... Ну, смотрите, у меня есть хи. Хи — это многочлен. У многочлена есть корни. Значит, если мы живем на С, а мы сейчас живем на С, то это означает, что у него общее количество корней равно его степени. Степень многочлена хи равняется просто размерности нашего пространства. Это характеристический многочлен. Значит, когда мы будем вычислять соответствующий определитель, то там просто будет возникать самая большая степень, которая возникнет, это лямбда в степени n. Значит, стало быть, у этого многочлена на С есть n различных корней. Простите, есть n корней, среди которых какие-то могут совпадать. Ну вот давайте все разные корни мы обозначим через лямбда-1 и так далее, лямбда-к. Значит, здесь k будет не превосходить n. Значит, лямбда-1 и так далее, лямбда-к – это просто различные собственные значения нашего оператора. Значит, лямбда-1 и так далее, лямбда-к – различные собственные значения оператора. Виктория, как ответил на ваш вопрос? Не стесняйтесь, кстати, задавать вопросы голосом. Это может быть проще и быстрее. Так, значит, давайте вернемся к геометрической кратности. Значит, смотрите, я дал определение геометрической кратности, вот оно. И я сформулировал утверждение о том, что геометрическая кратность лямбда-житая равняется вот такой размерности ядра. Понятно ли, почему это так? Есть ли вопрос на эту тему? Нужно ли подробнее объяснить, почему это действительно размерность этого ядра? Да, смотрите, значит, во-первых, кто такие элементы, кто такие элементы этого ядра? Значит, элементы этого ядра — это, значит, если вектор V принадлежит ядру A минус лямбда-житый Е, ну, что это означает? Это означает, что A минус лямбда-житый Е, если мы подействуем этой штукой на вектор V, то мы получим 0. это означает, что A, V минус лямбда-житый V равняется 0. Это значит, что A, V равняется лямбда-житый V, то есть вектор V с собственным значением лямбда-житый. Стало быть, если у нас есть, значит, три линейно-независимых собственных вектора, они все обязаны лежать в этом самом ядре. Это означает, что размерность ядра как минимум 3. Ну и вообще, давайте скажем так, что пусть у нас размерность ядра равняется чему-то конкретному, какому-то конкретному числу. Ну, значит, у нас есть столько линейно-независимых векторов в этом ядре по максимуму, какова его размерность. Все эти векторы будут собственными. Никаких дополнительных собственных векторов, значит, которые были бы линейно-независимы со всеми предыдущими, нет. Нет, не всегда, не всегда есть единственный собственный вектор. Смотрите, давайте я пример напишу. Вот, например, есть такая замечательная матрица 2.0.0.2. Значит, какие у этой матрицы есть собственные векторы с собственным значением 2? Значит, вот у матрицы 2.0.0.2 собственными являются все векторы. Значит, сколько можно придумывать по максимуму линейно-независимых собственных векторов? Значит, у нас пространство двумерное, поэтому у нас есть как максимум два линейно-независимых собственных вектора. То есть, как бы, размерность соответствующего пространства, она 2. Значит, собственные векторы можно выбрать 2 линейно-независимых 2 линейно-независимых. Значит, собственно, почему, собственно, векторы это все векторы? Потому что, смотрите, что делает эта матрица? Значит, вот давайте я возьму любой вектор, любой вектор у1, у2, умножу его на эту матрицу. Что получается? Получается 2 у1 плюс 0 на у2 а 0 у1 плюс 2 у2. Значит, получается вот такой вектор. Это все равно, что 2 умножить на вектор у1, у2. Значит, видно, что любой вектор, который мы умножаем на эту матрицу, просто растягивается в два раза. На самом деле, как бы, вот этот оператор, оператор с такой матрицей, он просто все пространство растягивает в два раза во все стороны. Все, каждый вектор просто умножает на 2. это все равно, что оператор умножения вектор на число. Поэтому все векторы будут собственными. Так, ну что, понятна эта история с ядром? Значит, вот такие ядра, это в точности пространство, вот такое ядро для конкретного ляма дажей, это пространство всех собственных векторов с задным собственным значением. так, ну что, едем дальше. теорема, теорема, которая я сейчас хочу доказать, такая. Пусть геометрическая кратность равняется алгебраической кратности для всех собственных значений. точнее, даже не пусть, а давайте я так напишу. Значит, вот это утверждение о том, что геометрическая кратность равняется алгебраической кратности, равносильно утверждению о том, что соответствующий оператор диагонализируем. линейный оператор диагонализируем тогда и только тогда, когда геометрическая кратность всех собственных значений совпадает с их алгебрической кратностью. Давайте я, чтобы у нас было перед глазами пара примеров, давайте я их приведу. Значит, примеры такие. Вот, допустим, у нас есть вот такая матрица, скажем, 2.0.0.2, которую я уже рисовал, и есть матрица вот такая, 2.1.0.2. Значит, давайте посмотрим на алгебраические геометрические кратности для собственных значений этих матриц. Давайте возьмем сначала левую матрицу. Значит, характеристический многочлен равняется, значит, у нас вот такой определитель, это есть 2 минус ламбда в квадрате. Значит, характеристический многочлен вот такой. Какие есть собственные значения, какие у них есть алгебраические и геометрические кратности? Собственное значение. Значит, у нас есть единственное собственное значение ламбда равняется 2, алгебраическая кратность 2, это вот эта двойка. геометрическая кратность тоже 2, потому что есть вот эта двойка. Есть два линейных независимых собственных вектора. Размерность пространства собственных векторов равна 2. Понятна эта идея? Так, давайте теперь другой пример рассмотрим. значит, вот в этом случае, в случае с второй матрицей, с вот этой матрицей, характеристический многочлен на самом деле 2 минус ламбда 1, 0, 2 минус ламбда. Значит, видно, что характеристический многочлен на самом деле ровно такой же. Если я буду считать определитель этой матрицы, то в первом столбце я должен выбрать вот эту штуку, потому что здесь 0. Это означает, что во втором столбце я должен выбрать вот эту штуку. А вот этого слагаемого просто нет, потому что вот здесь 0 стоит. Значит, характеристический многочлен такой же, как был в предыдущем случае. Алгебраическая кратность какая? 2. А геометрическая кратность? Значит, сколько собственных векторов существует у этой матрицы? Ну, на самом деле, один собственный вектор существует, потому что, ну, потому что давайте посмотрим. значит, вот у меня есть какой-то вектор, ну, что я должен найти? Я должен найти ядро вот такой матрицы, матрица 0.1.0.0. Ядро такой матрицы состоит из единственного вектора. Это первый боесный вектор. Второй боесный вектор не входит в ядро, и вообще больше никакой другой вектор в ядро не входит. Значит, если я запишу уравнение 0.1.0.0 умножить на вектор U1 U2 равняется 0.0, тогда это будет означать, что U2 равняется 0, а U1 любой вектор. Поэтому собственный вектор только 1.0, ну, и пропорциональный ему. Значит, он один. никаких других линейно-независимых собственных векторов нет. Соответственно, левая матрица диагонализируема, а правая недиагонализируема. Понятен ли этот пример? Есть ли вопросы по этому примеру? Хорошо. Значит, давайте я теперь начну доказывать эту теорему. Она, с одной стороны, несложная, с другой стороны, важная. Значит, давайте я докажу ее сначала вот в такую сторону. Если оператор диагонализируем, то геометрические кратности равны алгебраическим кратностям. пусть оператор а диагонализируем. Но тогда что у него будет стоять на диагонали? На диагонали у него будут стоять собственные векторы. Значит, как он будет выглядеть? Значит, вот давайте я сделаю такую штуку. Пусть у меня есть лямбда 1 и так далее лямбда k у них есть алгебраические кратности m1 и так далее mk лямбда это их алгебраические кратности. Нет, сейчас. Пусть это будут сейчас не алгебраические кратности, а наоборот геометрические кратности. Давайте я как-нибудь их обозначу с волной. Значит, геометрические кратности соответствующих собственных векторов. Значит, давайте сейчас, нет, на самом деле я зря про это стал говорить. Ладно, давайте я это пока оставлю. Значит, давайте запишем матрицу A в диагонализирующем баллисе. Как она будет выглядеть? вот у нее на диагонали будут стоять какие-то числа. Значит, мю1, мю2 и так далее, мюн. Значит, это, пусть это будет матрица оператора A в диагонализирующем базисе. Характеристический многочлен этой матрицы будет устроен так. Это, значит, мю1 минус лямбда на мю2 минус лямбда и так далее на мюн минус лямбда. Заметим, что характеристический многочлен не зависит от выбора базиса. Поэтому, на самом деле, вот эта штука равняется такой штуке. Это есть лямбда 1 минус лямбда в степени m1 и так далее лямбда k минус лямбда в степени mk. Почему именно такая матрица в диагонализирующем базисе? Значит, я про эту матрицу сейчас написал только то, что она диагональная. Диагонализирующий базис по определению это такой базис, в котором матрица диагональная. Значит, я сейчас про эти чиселки, которые стоят на диагонали m1, m2 и так далее, mn ничего пока не сказал. Сейчас буквально через секунду скажу, но пока ничего не сказал. Значит, поэтому вот это утверждение о том, что матрица устроена именно таким образом, это просто переформулировка утверждения о том, что базис диагонализирующий. Значит, утверждение такое. на диагонали на диагонали этой матрицы стоят, обязательно стоят собственные значения оператора лямбда. Ну, почему так? Ну, потому что у нас характеристические многочлены просто равны. Значит, у нас есть единственное разложение характеристического многочленов вот в такие вот, в произведение таких вот скобочек. Но это просто означает, что все скобочки вот здесь совпадают с соответствующими скобочками вот здесь. Ну, это и означает, что вот эти мю1, мю2 и так далее, мюк, это просто, это просто, значит, какие-то из вот этих вот лямбдочек, при этом их количество в точности соответствует вот этим вот числам. значит, перенумеровать мю1 и так далее, мюn, здесь вот должно быть n. таким образом, чтобы выполнялась такая штука. Значит, у нас есть, допустим, мю1 и так далее, мю, здесь будет м1 и так далее, там здесь будет, допустим, мю м1 плюс 1 и так далее, мю м1 плюс м2 и так далее. И каждый из вот этих, значит, все вот эти вот равны лямбди 1, все вот эти вот равны лямбди 2 и так далее. Понятно ли, что я сейчас написал, понятно ли, откуда это берется? Значит, я утверждаю следующее. У меня вот эти два многочлена совпадают как многочлены от лямбды. Здесь написано какое-то разложение и здесь написано какое-то разложение. Значит, раз они совпадают как многочлены от лямбды, значит, каждый из вот таких скобочек это на самом деле одна из вот этих скобочек. Причем количество скобочек вот таких скобочек, где мю 1, например, равняется лямбда 1, где соответствующее мю равняется лямбда 1, количество этих скобочек в точности равняется вот этому числу. Ну, вот я их так вот и занумеровал. Пусть у меня первые мюшки, первые м1 мюшек будут равны лямбда 1, следующие м2 мюшек будут равны лямбда 2 и так далее. Значит, тогда матрица нашего оператора приобретает такую форму. Значит, вот здесь у меня написано на самом деле лямбда 1 и так далее лямбда 1, здесь написано лямбда 2 и так далее лямбда 2 и так далее, здесь написано лямбда k и так далее лямбда k, значит, все остальные нули. Это я просто перенумеровал мюшки вот здесь, сгруппировал одинаковые мюшки так, чтобы они шли подряд. Вот это соответствует вот этой перегруппировке. Значит, получается вот такая диагональная матрица. Значит, здесь все нули, а здесь вот такие вот лямбдочки. Ну а теперь заметим, что у вот такой матрицы, например, есть, значит, у этой матрицы какие размеры каждой из клеток. Значит, какой размер вот этой клетки, какой размер вот этой клетки, сколько здесь этих лямбдочек, лямбда 1? М1, совершенно верно. Значит, здесь у меня М1 штука и так далее. Таким образом, у нас есть, например, есть М1 собственных векторов с собственным значением лямбда 1. Какие это векторы? Значит, какие векторы являются собственными с собственным значением лямбда 1? Если наша матрица устроена вот таким вот образом, она диагональная, и у нас есть вот такие вот блоки. Как устроена собственный вектор с собственным значением лямбда 1? Да. Значит, это просто первые М1 базисных векторов. лямбда 2. Ну и так далее. Есть М2 собственных векторов с собственным значением. лямбда 2. Значит, это базисные векторы, начиная с М1 плюс 1 до М1 плюс М2 и так далее. Ну и, собственно говоря, все отсюда видно, что геометрически геометрические кратности всех собственных значений совпадают с их алгебраическими кратностями. Значит, если у нас есть М1 собственный вектор с собственным значением лямбда 1, то это означает, что у нас геометрическая кратность собственного значения лямбда 1 равняется М1. И так далее. И так далее для всех этих самых штук. Смотрите, давайте я, может быть, сейчас еще раз это скажу. и мне казалось, что это очень простой факт, и мне кажется, что сейчас я его слишком сложно рассказал. Давайте я попробую еще раз сказать примерно то же самое рассуждение, только, может быть, в пять раз короче. Пусть оператор А диагонализируем, а тогда на диагонали стоят собственные значения. Значит, после того, как мы запишем диагональную матрицу, значит, на диагонали у нас будут стоять собственные значения. Значит, лямбда 1, сколько-то их здесь будет лямбда 1, сколько-то будет лямбда 2. Они могут стоять, теоретически изначально они могут стоять не по порядку, а в каком-то перемешанном порядке, но в любом случае на диагонали стоят собственные значения. И так далее, лямбда 1, и так далее, лямбда 1. Значит, утверждается, что я могу просто перенумеровывая собственные векторы добиться того, чтобы сначала шли все собственные значения, соответствующие лямбда 1, потом шли все собственные значения, соответствующие лямбда 2, и так далее, потом шли собственные значения, соответствующие лямбда k. Значит, матрица будет иметь такую форму. Дальше. Для того, чтобы характеристические многочлены этой матрицы и исходного нашего оператора совпадали, нам нужно, чтобы количество этих собственных значений в каждом блоке совпадало бы с их геометрической кратностью. Потому что если мы найдем характеристический многочлен вот для такой матрицы, то каждый из таких блоков в этот характеристический многочлен даст сомножитель такого вида. Это будет лямбда, допустим, первая минус лямбда в степени, равной количеству клеточек здесь, m1. Значит, размеры клеточек в точности совпадают с соответствующими алгебрическими кратностями. А это означает, что соответствующие базисные векторы, допустим, вот здесь вот у нас, есть m1 базисный вектор, который является собственным. Это в точности первые базисные векторы. Ну, в общем, как-то так. Давайте задать какой-нибудь вопрос по этому рассуждению. Давайте я, может быть, вернусь вот к этому более подробному доказательству. Это мы пока только в одну сторону доказали. Так, ну что, понятно? Так, последний шаг. Давайте я вернусь вот к этому более подробному доказательству. Значит, можете сформулировать, значит, последний шаг – что вы имеете в виду вот в этом доказательстве? Можете просто подчеркнуть на доске. Здесь есть возможность рисовать на общей доске. Можете голосом спросить. Так, может быть, проще будет, если у вас есть микрофон. Значит, как мы пришли к выводу? Смотрите, значит, давайте, значит, давайте смотреть. Еще раз, какие у нас есть утверждения? Первое утверждение. Когда мы диагонализируем нашу матрицу, на диагонали будут стоять собственные значения, то есть наши лямбдочки. Понятно ли это утверждение? Значит, что вот эти вот мю, значит, вот эти вот значения мю, это в точности какие-то из вот этих вот лямбдок. Отлично. Значит, теперь то, что нам осталось доказать, это то, что, например, количество вот этих мюшек, которые равны лямбда 1, оно в точности равняется алгебраической кратности соответствующего собственного значения, то есть мю 1. Но это следует из вот этого равенства. Характеристические многочлены равны. Здесь, вот в этом характеристическом многочлене у нас количество скобок лямбда 1 минус лямбда равняется м1. Значит, вот в этом характеристическом многочлене у нас тоже количество скобок равных такой штуке должно быть тоже m1. Значит, у нас среди вот этих вот мюшек есть ровно m1 мюшка, которая равна λ1. И то же самое для всех остальных мюшек. Понятно ли эта часть? Отлично. Теперь переходник вот этой матрицы. Значит, вот эта матрица была получена из вот этой матрицы просто перенумерацией собственных, перенумерацией базисных векторов. Значит, я просто сгруппировал. У меня было m1 мюшек, которые равны λ1. Вот я их поставил вот сюда. Значит, теперь давайте посмотрим на эту матрицу. Я утверждаю, что у этой матрицы есть ровно m1 собственных векторов с собственным значением λ1. Ну, почему так? Потому что, значит, первые m1 базисных векторов — это в точности собственные векторы с собственным значением λ1. Значит, здесь имеется в виду, конечно, независимых собственных векторов. Значит, вот все базисные векторы с первого по m1 являются собственными для этой матрицы с собственным значением λ1. Понятно ли это утверждение? Отлично. Ну и так далее. Значит, у нас есть m1 собственный вектор с собственным значением λ1. Значит, какова геометрическая кратность корня λ1, геометрическая кратность собственного значения λ1. Ну вот она в точности равна m1. Значит, m1 была геометрической кратностью, мы выяснили, что у нас есть m1 независимый собственный вектор. Значит, геометрическая кратность тоже равна m1. Как? Значит, понятно ли теперь полное второсуждение? Да, хорошо, спасибо. Так, мне нужно подключить компьютер к питанию, иначе он у меня сейчас вырубится. Вот. Подключил. Хорошо. Давайте… Значит, все, есть еще вопросы или нет вопросов по этому рассуждению? Хорошо. Ну что, едем дальше. Значит, давайте попробуем доказать в обратную сторону, а именно теперь я доказываю, что если геометрические кратности равны алгебраическим кратностям, то оператор диагонализирует. Значит, для того, чтобы это доказать, мне сейчас понадобится ввести несколько дополнительных утверждений. Значит, для доказательства вот такой вот штуки введем дополнительные утверждения. Значит, введем дополнительное определение. Так, сейчас. Дайте я подумаю, хочу я их вводить или не хочу, или хочу доказать просто так. Ладно, давайте не будем их вводить, потому что иначе я боюсь, что я не успею дойти до этого доказательства. Я хочу завершить его сейчас. Давайте сразу докажем. То есть это было доказательство влево, теперь будет доказательство вправо. Пусть алгебраические кратности, пусть геометрические кратности совпадают с алгебраическими. Давайте рассмотрим такую штуку. Вот у меня есть k различных собственных значений. лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда k. У них есть кратности, алгебрические они же геометрические. m1, m2 и так далее, mk. Поскольку эти штуки являются соответствующими геометрическими кратностями, давайте я для каждого собственного значения найду соответствующее количество собственных векторов. Значит, пусть у меня есть такой набор, v1, 1 и так далее, v1, m1. Это собственные векторы с собственным значением лямбда 1, линейно независимые. И так далее. Значит, у нас здесь будет v2, 1, v2, m2 и так далее, vk, mk. Значит, для каждого собственного значения я нашел соответствующие линейно независимые собственные векторы. Значит, во-первых, сколько их всего? Сколько всего у меня сейчас векторов вот здесь написано? n штук. Значит, поскольку мы знаем, что сумма кратностей, сумма алгебрических кратностей равна n, значит, здесь сумма геометрических кратностей тоже равна n. И это означает, что у нас есть n векторов. Значит, m1 плюс m2 плюс и так далее плюс mk равняется n, так как m1, mk — алгебраические кратности. Значит, здесь фактически что получается? Вот у меня есть векторы, которые соответствуют первому собственному значению, они линейно независимы. У меня есть векторы, которые соответствуют второму собственному значению, они тоже линейно независимы. Есть векторы, которые соответствуют третьему собственному значению, они тоже линейно независимы. Я хочу доказать, что когда я рассмотрю все эти векторы, я получу базис во всем пространстве. Значит, я уже знаю, что этих векторов n штук. Значит, единственное, что осталось доказать, это доказать, что все эти векторы линейно независимы. Ну, давайте докажем. То есть, смотрите, у меня по предположению, как бы эти векторы линейно-независимы такими группами. Вот эта группа линейно-независима, вот эта группа линейно-независима и так далее, вот эта группа линейно-независима. Но, я думаю, вдруг так получается, что каждая из этих групп линейно-независимая, но когда я их все объединю, вдруг там возникнут какие-то линейные связи, вдруг окажется, что вся эта совокупность этих векторов все-таки линейно-зависимая. Такое, в принципе, возможно, но докажем, что на самом деле невозможно. Значит, докажем, что вот эти векторы в совокупности линейно-независимые. Ну, действительно, давайте рассуждать от противного. Пусть они линейно-зависимы. Это означает, что есть какая-то линейная комбинация этих векторов с какими-то коэффициентами. Ну, давайте эти коэффициенты буду обозначать, например, А. Значит, вот у нас есть какая-то такая линейная комбинация А1-1, В1-1, плюс и так далее, плюс А1КВ1К, плюс и так далее, А1КВ, плюс А1КВ1К, значит, и вся эта штука равна нулю. Значит, пусть есть такая линейная комбинация, нетривиальная. Понятно, что я за линейную комбинацию написал? Давайте посмотрим на вот эту штуку. Значит, это линейная комбинация собственных векторов с собственным значением лямбда 1. Я утверждаю, что вот эта штука, давайте я как-нибудь ее обозначу, пусть это будет W1, ну давайте сверху напишу этот индекс. Значит, и так далее, вот эту штуку я обозначу через WK. Значит, я утверждаю, что А дубль вожитый равняется лямбда житый дубль вожитый. То есть W житый, собственный вектор с собственным значением лямбда житая. Понятно ли, почему это так? Непонятно, смотрите. Давайте посмотрим на вектор W1. Вектор W1 – это некоторая линейная комбинация вот таких векторочков. Каждый из этих векторочков является собственным значением лямбда 1, значит, их линейная комбинация тоже является собственным вектором, собственным значением лямбда 1. Давайте проверим, значит, давайте проверим. А умножить на А1-1В1 плюс и так далее АМ1ВМ1. Значит, это что такое? Это есть А1-1 на АВ1-1 плюс и так далее плюс АМ1 на АВМ1. То есть просто раскрыл по линейности, значит, но мы знаем, что все векторы с верхним индексом 1 – это собственные векторы с собственным значением лямбда 1. Значит, это А1-1 на лямбда 1В1 плюс и так далее плюс АМ1 лямбда 1ВМ1. Ну, давайте лямбда вынесем за скобку. Лямбда 1, а здесь остается А1-1В1 плюс и так далее плюс АМ1ВМ1. Ну, а это наш изначальный вектор W. Вика ответила на ваш вопрос? Отлично. То есть, смотрите, у нас теперь есть векторы, которые вроде как должны быть собственными. На самом деле, есть некоторый вариант, при котором этот вектор не будет собственным. А именно, мы доказали, что А1 равняется лямбда 1В1, но бывает исключительная ситуация, когда вектор W1, при том, что он удовлетворяет этому равенству, не является собственным. Какая-то исключительная ситуация. Да, совершенно верно, Анна. Значит, это 0. То есть, мы доказали, что это, значит, все W-житые – это либо собственные векторы с собственным значением лямбда-житые, либо нули. Но, смотрите, что получается? Получается, что у нас есть сумма собственных векторов вроде как с разными собственными значениями, которая равна нулю. На прошлой или позапрошлой лекции мы доказывали, что такие собственные векторы с разными собственными значениями линейно независимы. Это означает, что их линейная комбинация может быть равна нулю только тогда, когда они на самом деле не собственные, а просто нулевые. Причем все. Значит, каждый из вот этих самых W-житых на самом деле равен нулю. Получили линейную комбинацию собственных векторов, равную нулю. Собственных векторов с разными собственными значениями. Так не бывает. Ну, то есть, бывает, но только это означает, что каждый из векторов на самом деле не собственный, а просто нулевой. Потому что если бы среди них были бы какие-то нулевые, а какие-то ненулевые, ну тогда, опять же, мы получили бы вот для этих ненулевых собственных векторов, мы бы тоже получили бы линейную комбинацию, которая равна на нулю, так тоже не бывает. Значит, так не бывает. По... Значит, какая-то теоремия, которая доказана была в прошлый раз. Значит, ранее доказано было, что собственные векторы с разными собственными значениями именно независимы. Ну, следовательно, все дубльвожитые равны нулю. Ну. Понятно эта часть? Отлично. Теперь давайте вернемся к вот этой формуле. То есть, смотрите, мы теперь выяснили, что на самом деле все вот эти штуки — это просто ноль, и так далее, это просто ноль. Но мы знаем, что, значит, как бы мы еще не доказали утверждение о том, что мы к какому противоречию не пришли. Нам нужно доказать, что все вот эти вот ашки равны нулю. Но мы знаем, что у нас вот эти в линейно независимы. Раз они линейно-независимы, а мы получили, что их линейная комбинация равна нулю, это означает, что эта линейная комбинация тривиальна. Стало быть, все вот эти ашки тоже равны нулю. Ну, и это справедливо для каждой из вот этих наборов, значит, все ашки равны нулю. Следовательно, для всякого g, а g первая, v g первая плюс и так далее, плюс а g. Какая она там? То есть, должны быть единички везде. Значит, а, а, g, m первая, v g, m первая, m житая, равняется нулю. А в силу линейной независимости вот этих v-шек, из этого следует, что а1 житая равняется, и тогда а1 равняется, а, m житая, jитая равняется нулю. Следовательно, все а, житые и т равны нулю. Следовательно, линейная комбинация тривиальна. Так, ну что, смотрите, значит, что мы доказали? Мы доказали, что все вот эти v-шки, они, во-первых, их n штук, во-вторых, они линейно независимы. Следовательно, они задают базис в нашем линейном пространстве. Теперь, если мы запишем матрицу А в этом базисе, то как матрица А будет выглядеть? Значит, она будет диагональна. Значит, следовательно, векторы v1, 1 и так далее. v1, vk, 1, vm, mk, k, задают базис. В нашем пространстве. Оператор А в этом базисе имеет матрицу Вот такая матрица диагональна. Вот такая матрица диагональна. Так, значит, например, векторы 2, 0 и 1, 2 линейно-независимы, а на матрице 2, 1, 0, 2 не диагональна. Сейчас. Значит, утверждение такое. Если у меня есть... Смотрите, я беру в качестве моего нового базиса, беру в точности вот этот набор векторов. Как выглядит матрица моего линейного оператора в этом базисе? Ну, давайте посмотрим. Например, наш линейный оператор, первый базисный вектор, вот этот вектор, преобразует в пропорциональный ему. Это означает, что первый базисный вектор должен переходить в, значит, ну вот, например, первый базисный вектор, вектор 1, 0 и так далее, 0, должен переходить в вектор, где здесь будет написано гамда 1, а дальше 0. Значит, именно этот, именно такой вектор-столбец должен быть первым столбцом в нашей матрице. И так далее. Значит, каждый столбец должен переходить пропорциональный ему. Это означает, что каждый столбец, на самом деле, имеет все нули и в единственном месте имеет, на диагонали только имеет ненулевой элемент, который равен соответствующей лямбе. Значит, и утверждение, которое вы приводите, что векторы 2, 0 и 1, 2 линейны независимы, но матрица 2, 1 и 0, 2 не диагональны. Непонятно, какой оператор вы рассматриваете. Я утверждаю, что если у меня базис состоит целиком из собственных векторов, то матрица линейного оператора в этом базисе является диагональю. И это всегда так. Как я не знаю, ответил я на вопрос, Николай? Хорошо. Так, есть еще какие-то вопросы по этому доказательству? Собственно говоря, доказательство закончено. Вот мы диагонализировали нашу матрицу. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо. Ну ладно, что-то подозрительно, что нет вопросов. Точно нет? Давайте спросить что-нибудь напоследок. Ладно, видимо, совсем нет. Ладно, тогда на сегодня все. Спасибо. Ждите задачи для семинаров. Спасибо. Спасибо.